Уважаемые друзья, мы снова с вами продолжаем изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, вы следите ежедневно за ходом наших лекций, и вы, наверное, знаете, что мы подошли к шестой главе книги Исход. Мы приступаем именно к изучению шестой главы книги Исход, начиная с шестого стиха. В стихах с шестого по восьмой Господь Бог перечисляет семь шагов на пути искупления народа Израиля. Эти Божьи слова послужили великими ободрениями для Моисея. Написано «Итак скажи сынам Израилевым, Я Господь, и выведу вас из-под иго египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертую и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что Я Господь – Бог ваш, изведший вас из-под иго египетского, и введу вас в ту землю, о которой Я поднял руку Мою, клялся дать ее Авраму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь». Так читали мои друзья в книге Исход, в шестой главе, шестые по восьмые стихи. Друзья, Господь Бог перечисляет в этих стихах следующие семь шагов искупления. Первый шаг – это «Я выведу вас из-под иго египтян». Второй – «Я избавлю вас от рабства их». Третий – «Я спасу вас мышцею простертую». Четвертое – «Я приму вас себе в народ». Пятое – «Я буду вам Богом». Шестое – «Я введу вас в ту землю». Седьмое – «Я дам вам ее в наследие». Друзья, вы, наверное, можете проследить близкие параллели между этими семью шагами в деле искупления народа Израиля и нашим личным искуплением от власти греха. Во-первых, я выведу вас из-под иго египтян. Сегодня мы с вами живем под игом греха. Но Бог предлагает нам помощь. Он освободит нас от этого иго, если мы в раскаянии придем к Нему и попросим об избавлении во имя Сына Иисуса Христа. Второе – «Я избавлю вас от рабства их». Слушатели, дорогие, Бог избавит вас от рабства греха, если вы верите в Его руки свою жизнь. Израильтяне были рабами в Египте. Бог дал им обещание – «Я выведу вас из этого места и избавлю вас от рабства». Друзья, дорогие, подумайте, что нет, нет более страшного рабства, чем рабство греха. Рабство греха – это самое страшное, слушатели. Вы посмотрите, что делает это рабство. Оно уничтожает не только человека, оно уничтожает и семью, и разрушает семьи, разрушает детей, разрушает общество. Страшное рабство – это рабство греха. Друзья, и Господь сегодня хочет избавить вас от рабства. Он предлагает вам это избавление. В-третьих, мы читали, что Он говорит «Я избавлю вас от рабства их, спасу вас мышцею простертую». Об этой мышце простертой Господней говорил также и пророк Исаия. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Я лично не знаю, кому открылась мышца Господня, но я знаю, что Господь совершает работу, спасение в сердцах людей и сегодня. Как на протяжении многих столетий Он продолжает сегодня это спасение. Нам всем нужен Спаситель, способный освободить нас от рабства греха, потому что в глазах Божьих мы все грешники. Он достаточно возлюбил нас, чтобы пожертвовать ради нас своей жизнью. И если Он пошел на такую жертву ради нас, мы должны в ответ на Его любовь прийти к Господу с покаянием, как грешники. И Господь спасет нас. Если только мы придем к Нему с верой в искупление Его, мы, слушатели, запачканные, мы грязные, мы должны омыться. Он спасет вас мышцею, простертою, дорогие слушатели, если вы полностью доверитесь Ему. Потом, в-четвертых, мы читаем «Я приму вас себе в народ». Только подумайте, дорогие слушатели, подумайте, что значат эти слова. Бог поднял нас из болота греха и через нашу веру в Господа Иисуса Христа сделал нас своими сынами и дочерьми. Это нам с вами. Если только в вас есть эта вера, Господь говорит «Я буду вам Богом». Бог не оставит нас на произвол судьбы после того, как спасет. Он хочет быть нашим Господом всегда. Он также хочет, чтобы мы стали Его народом. И, в-пятых, «Я буду вам Господом», говорит Он. Бог избрал себе верующих в Господа Иисуса Христа еще до основания мира, еще до сотворения веков, то есть до начала времени, это избрание происходило не из-за каких-то личных качеств верующих, а по воле Бога и ради Его определенных целей. И Он любит Своих избранных. Ему нетрудно их любить, потому что это свойственно Его природе. Он желает быть нашим Богом. Мы потом читаем в-шестых «Я введу вас в ту землю». Этой обещанной землей был, конечно, Ханаан для израильского народа, который Бог клялся дать именно Авраму, Исааку и Якову во владение. Ханаан, как вы знаете, символизирует христианскую жизнь со всеми ее духовными благословениями, битвами и победами. Да, Он ведет нас в новую жизнь, в новую жизнь, слушатели, в жизнь Божью. В-седьмых, Он говорит, «Я дам вам ее в наследие». Мы обретаем, слушатели, наш Ханаан, то есть духовную жизнь через веру в Господа Иисуса Христа. Эта вера открывает для нас доступ к Нему, дает нам радость посреди мирских бед и несчастий, и дает нам новую жизнь, слушатели. В нас поселяется Святой Дух, Дух Божий, и мы познаем на личном опыте реальность Божьей любви. Мы спасаемся от грядущего гнева и страшного времени великой скорби. В этом состоит наше спасение и наше наследие. И мы читаем в девятом стихе, что Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Подумайте, слушатели, Господь дает такие замечательные свои планы, свои обеты для народа, и народ не слушает. Я хочу прочитать этот стих снова для всех вас, слушателей, чтобы вы внимательно прослушали. Если у вас еще нет Библии, пожалуйста, прослушайте. Написано, Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Мы должны понять, что происходило в сердцах сынов Израиля. Они увидели, что вмешательство Моисея не только не помогло их положению, но еще больше усиловало их бремя. И сказал Господь Моисею, говоря, «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». И сказал Моисей перед Господом, говоря, «Вот, сыны Израиля не слушают меня, как же послушает меня фараон? А я не словесен». И говорил Господь Моисею и Арону и давал им повеление к сынам Израилевым и к фараону царю египетскому, чтобы вывести сынов Израилевых из земли египетской». Мы читали из 6 главы, книги Исход, 10 по 13 стихи. Друзья, израильтяне отказались слушать Моисея. Не слушал его слов и египетский фараон. Все это, конечно, все это обескуражило Моисея, потому что он вместо того, чтобы смотреть на Бога, смотрел на обстоятельства. Бог наставит на том, чтобы он отправился передать его слова фараону. Далее в стихах с 14 по 25 включительно перечисляются имена сынов Израиля и имена их сыновей. Нам эти строки могут показаться скучными, дорогие слушатели, но для Господа Бога эта родословная очень важна. Бог хочет, чтобы мы знали тех, о ком мы читаем. Знали его детей по имени. Бог точно так же относится и к нам, к вам и ко мне. Он знает вас и меня, он знает по имени. Он хочет, чтобы мы все стали его детьми через веру в Иисуса Христа. В стихе 20 говорится о родителях Моисея и Аарона, отец Амрам и его жена Яховеда. У вас может возникнуть вопрос, почему, когда родился Аарон, его жизнь не подвергалась такой опасности, как жизнь его брата Моисея. Дело в том, слушатели, что Аарон родился намного раньше Моисея, когда декрет об умерщвлении еврейских новорожденных мужского рода еще не был в силе, не был издан. Но далее в стихах 26 по 30 продолжается линия повествования, прерванная информацией о родословной сынов Израиля. И мы читаем 26 и 27 стихи. Аарон и Моисей – это те, которым сказал Господь, вывезти сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Они-то говорили фараону, царю египетскому, чтобы вывезти сынов Израилевых из Египта. Это Моисей и Аарон. Друзья, мы видели в стихе 12, как у Моисея из-за неудачи опустились руки. В ответ на его жалобы Бог напоминает ему, чей он сын, из какого рода он происходит. Возможно, Моисей за 40 лет жизни в пустыне среди мадянитян несколько позабыл о своем славном происхождении. Бог напоминает ему, слушатели, что он происходит из священецкого рода Левия. Его происхождение дает ему право на выполнение великого, великого дела освобождения израильского народа из египетского плена. Господь снова повторяет свой приказ Моисею и Аарону, чтобы они передали его эти слова египетскому фараону. Итак, в то время, когда говорил Господь Моисею в земле египетской, Господь сказал Моисею, говоря, «Я Господь, скажи фараону, царю египетскому, все, что я говорю тебе». Моисей же сказал пред Господом, «Вот, я не словесен, как же послушает меня фараон?» Друзья дорогие, вы видите, Моисей снова старается избежать выполнения Божьего поручения. Это поручение, безусловно, не было легким. Моисей был отвергнут и своим народом, и самим фараоном. Бог старается укрепить его, напоминает ему о его происхождении из колена левина. Но Моисей и после этого продолжает оставаться неуверенным, ему не хватает настоящей веры. В первом стихе, седьмой главы, дорогие слушатели, мы читаем ответ Господа на сомнение и колебания Моисея. «Господь сказал Моисею, смотри, я поставил тебя Богом фараону, а Аарон, брат твой, будет твоим пророком». Между прочим, слушатели, в этих словах содержится прекрасная, прекрасная иллюстрация того, кто такой пророк. Пророк – это тот, кто говорит от имени Бога. Роль пророка прямо противоположна роли священника. Пророк идет от Бога к народу, чтобы передать ему Божьи слова. Священник приходит к Богу от лица народа, представляет свой народ перед Богом. Таким образом, слушатели, священник не должен говорить от лица Бога, а пророк не должен выступать перед Богом как представитель своего народа. Он, пророк, должен быть Божьим представителем, Божьим голосом, хотя не исключено быть священником и пророком. Бог назначил Аарона, слушатели, быть представителем Моисея, а Моисея своим представителем перед народом и перед фараоном. На этом, друзья, дорогие, мы должны сегодня окончить наше сегодняшнее занятие. Я желаю, конечно, вам большущих Божьих благословений. До скорой встречи в эфире, если Господь нам позволит, в это же время, на этой же волне. Да, благословит вас обильно Господь, дорогие друзья. И не забывайте, что если у вас появятся вопросы, замечания, или вы хотите получить Библию, пишите нам, пишите на адрес радиостанции, или же лично мне. Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. До свидания, друзья.